Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые пожелания в мой адрес. Всем спасибо огромное. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. Ну а сейчас давайте сделаем такой расклад, как он живет без вас. Ваш бывший мужчина, как живет без вас. Вспоминает ли он вас? Вот выскочила карта. Вспоминает ли он вас добрым словом? Какой-то пустой, какой-то пустой мужчина. Вспоминает ли он вас? Думает ли он о вас? Давайте будем смотреть. Загадывайте вашего мужчину и посмотрим, что у него было в прошлом. Сейчас одна пустота выскакивает карта. Посмотрим, что у него было в прошлом, что сейчас у него в жизни происходит, что было, что будет. Посмотрим. Думает ли он о вас? Думает ли? Хочет ли встречи? Будем смотреть. Что у него было в прошлом? Злился он о вас, девочки, в прошлом? Встречи были, но злился, обижался на вас. Так, ну здесь интересовался вами. Были переписки, звонки. Встречи были в прошлом. То он бывало холодным, то он говорил вам теплые слова в прошлом. Ну и вам как-то это все было безразлично, как бы вы очень холодно к нему относились. И здесь, может быть, у вас были детские хлопоты. Может быть, ребенок есть у червовой дамы, которому она больше любви должна делать, чем к крестовому королю. Да, вот. Может быть, из-за ребенка. Чего бы, да, была очень холодно к крестовому королю. Чей король пришел? Не знаем, девочки. Рассказ общий. Кому нужно лично, обращайтесь в WhatsApp, Viber, Telegram. Работает. Сейчас что происходит у него? Вот сейчас он думает о вас. Хотел бы хлопотать, но пока поставил точку, переживает, страдает, скучает. Видимо, наговорил много всего плохого к вашу сторону. И поэтому пока сидит, думает, что у вас, может быть, есть уже другой мужчина. Хотя он, может быть, знает вас хорошо, что вы не будете с другим мужчиной встречаться, да, думать так. Но страдает, скучает, переживает, душевно пострадает, переживает за вас, что встреч нету. Сейчас особо у него встреч нету с клубновой дамой. Но есть какие-то встречи, но он, кажется, холодно к ней относится. Очень много проблем с клубновой дамой. Но пока я вижу, что в его жизни вас нету. Видите, все перевернуто, встреч нету. Дорога перевернута в ваши стороны. Но какие-то у него все-таки надежды на вас есть. Думает ваш мужчина, а у вас, девочки, все равно. Ну и что будет в будущем? В будущем он думает об новой даме, что она ему интересна, встреч есть. Ну, чтобы прямо, чтобы у них было отношение очень серьезное, такого еще нету. Еще встречи только есть, а так, чтобы уже решиться, жениться, такого нету. Пока, пока пусто. Ну, есть встречи с клубновой дамой, считают ее очень благородной. Хлопочет к ней, встречи, общения есть. И так же в будущем он будет думать о вас, интересоваться будет вами. Сам себя будет ругать, что встречи закрыл, отношения все закрыл. В будущем будет сам себя ругать, девочки, что пусто сделал интерес к вам. Что не интересовался к вам, как положено, как нужно, да, вот. Сам мужчина сейчас думает о прошлом, как он хлопотал к новой даме, и как они общались, думает об этом, вспоминает свое прошлое. Ну, посмотрим, что нам расклад скажет, как поживает ваш мужчина. Как поживает он без вас? Такой вопрос у нас. Будем смотреть. Себя загадывайте червовой дамой. Ваш бывший мужчина будет крестовый король. Ну, а если дама выйдет, то она будет вашей соперницей. Как всегда. Что у него под сердцем? Хлопоты какие-то детские. Может быть, есть уже дети у него, да, вот. Думая, детская карта. На сердце. Под сердцем может хлопоты в новой даме, а на сердце ваши хлопоты, девочки. Думает он все-таки о вас. В голове, в мыслях, на пороге. Что было? Что будет? Думает он все-таки о вас, в голове, в мыслях. Он думает о вас, о вашей жизни. Как вы там, что вы делаете. Думает, как он закрыл дороги к вам. Но ему очень интересно, как вы сейчас живете, чем занимаетесь. Но пока его дорога перевернута. Это только его мысли, чувства, да, вот. Мысли. Мысли в голове. Что на пороге у него? У него на пороге, вот. Нужно ему поговорить с новой дамой. Здесь будет очень плохой, некрасивый, неприятный разговор. Тяжелый. Ругаться будет с новой дамой. Что было в прошлом? В прошлом он считал вас очень благородной дамой. Далил цветы, подарки, недорогие. Но цветы это самый дешевый подарок. Хотя девушки и цветы очень ценят. В будущем, в будущем у Христого Короля будут вот такие негативные действия. Что здесь было в прошлом? В прошлом он попотал и к вам, и в губновой даме. Видите, прямо две девушки выскочили. Хлопоты были в губновой и в червовой даме. Но вас считал он поблагороднее. К вам отношение было серьезным. Так, чувства какие-то были холодные, какие-то пустые, какие-то проблемные. И он думал, что вот эти чувства, любовь, встречи, это все он думал пустое. И что это все до поры до времени, все закончится. Все будет пустое. Думал так в прошлом. Так, в будущем, в будущем здесь бубновая дама очень надеется на Христого Короля, что у них все будет хорошо. Но здесь я вижу, что с червовой дамой он расстался. И с бубновой дамой, видимо, та же участь ждет в будущем. Вот, хоть она надеется, но здесь что-то закончится у них. Так, здесь бубновая дама будет махичить в будущем. Негативные действия показали. Ну и, похоже, в будущем какие-то удары у него будут в жизни. Может быть, начнет пить. Может быть, по работе будут проблемы. И, может быть, будет пить. С бубновой дамой будет у него очень крупный скандал скоро. И, как бы, потихоньку-потихоньку он получит от нее тоже удары. На сердце думает о вас, страдает. Хотел бы написать, позвонить. Хотел бы встретиться с вами, девочки, червовые дамы. Ну, я хочу сказать, что ваш бывший мужчина не особо-то и счастлив. Думает о вас, хотя не решается встречаться. В будущем думать бубновой дамы тоже все закончится. Под сердцем хлопоты бубновой дамы, на сердце хлопоты ваши. Видите, страдает душевно. Хочет написать, позвонить, боится. Боится написать, позвонить вам. Думает, что вы не придете, что вы не захотите с ним встретиться. А с бубновой дамой будет очень тяжелый разговор, получит удар. Так что, девочки, он живет не сладко, думает о вас. В новой даме тоже проблемы будут, разговоры нехорошие. Так, вот так живет Христовый король. Ну, посмотрим, что тут было в прошлом. В прошлом, смотрите, он в прошлом любил с вами общаться, встречаться. Вы тоже любили его. Приходил на свидание, на встречи, на общение. Встречи были любовного характера. Потом он понадеялся, и у него желание появилось в новой даме. Может быть, она его заинтересовала, что она при деньгах, да, вот. Здесь, может быть, была еще другая дама девочки. Помимо бубновой, червовой, еще, может быть, была Христовая. Ну, давайте, что будет делать? Что он будет делать теперь? Да, он считает вас очень благородной дамой, умной, порядочной. И у него были надежды на вас, какие-то серьезные надежды были. Он это все обдумывает. Хочет хлопотать к вам, да, вот, но пока еще не решается. Да, хочет встречи. Он думает, вы не придете. Плохо ему без вас, девочки. Удары душевные. Душевно переживает. Прямо ему очень плохо. Ну, сейчас у новой дамы есть общение. Хотя он эти общения хлопоты будет делать просто. Так думает. Вот у них разговоры холодные, печальные, грустные. Видите, хочет у новой дамы поставить точку. Очень много черных карт. Очень много проблем в его жизни, в работе, в делах. Проблемы, проблемы. Злится. Он обижается на ласки, вообще на червовых-то. Долгое время злится. Вообще, вы были по судьбе до другого. Он думает, если бы я с ней жил бы, у меня жизнь была бы хорошо. Да, вот так по судьбе до другого показывает. Вот они ссорятся с губновой дамой. Ругаются, ссорятся из-за червовой дамы. Что он интересуется вами? Он интересуется вами, если у вас другой мужчина, любящий. Любите ли вы другого мужчину? Любит ли вы другого мужчину? Думает так. Так что здесь в новой даме ругаются. Что он интересуется вами? Она надеется, она его любит. У кого так? У кого так, девочки? Так, посмотрим дальше. Что нам покажут карты дальше? Будем смотреть. Ну, пока ваш мужчина думает о вас, но пока не решается назначить свидание. Хочет звонить, боится. Но интересуется вами, девочки. Если у вас мужчина, любите ли вы кого-то, интерес есть к вам. Ну, и из-за этого с новой дамой они ругаются. Так, с кем свидание у него будет? С новой дамой. У нас свидание, холодные встречи, холодные. Что его удивляет? Его удивляет, что он с новой дамой разговаривает очень холодно. Что одиночий, для желания есть увидеть вас. Что его тревожит? Общения нету, встречи нету. Это его тревожит. Что его порадует? Его порадует, что все-таки он хочет встречи, но не решается. Чем успокоиться? Все равно будут попадать к вам, девочки. Хоть и не решается, все равно придет к вам. Значит, раз он хочет к вам, тянется к вам, значит, ему очень плохо в той жизни, в которой он сейчас живет. С новой дамой очень плохо ругаются, ссорятся. И все из-за вас. Для него, для дома, для сердца, что было, что будет, чем он успокоится. Для него, для дома, для сердца, что было, что будет. Так, для него, что он думает. Для него, вы, очень главное, желает он видеть вас, хлопотать хочет, боится, что вы не придете опять думать, так, что вы не придете. А так, есть большое желание надеяться увидеть вас. Для дома. Для дома у него новая дама, она надеется, что они будут в будущем, что у них все будет хорошо. На сердце. На сердце он хочет с вами поговорить. Ну, и так же он думает, я буду новой дамой, девочки. Что было? Были ссоры с вами. Аж крупная ссора была с вами. Он отвернулся от вас. Вот что было. Что будет? Теперь он хочет сделать пусто, я буду новой дамой. Ее хлопот и хочет сделать пусто. Чем успокоиться? Здесь будет какой-то очень тяжелый разговор, у него с подновой дамой. Так, для него. Думает он, девочки, позвонить вам, написать вам хочет. Есть у него желание увидеть вас. Для дома. Для дома тоже вот он, с подновой дамой, пока находится, надеется, какие-то надежды есть. На сердце думает о деньгах, о вас думает. Ну, и так же, подновая дама. Его любит. Она очень заинтересована быть с ним. Об этом он думает. В прошлом что было? Вы поругались. Вы поругались, он отвернулся и прошло довольно много времени уже. Что же будет? Здесь он хочет с подновой дамой расстаться, пусто сделать. И он надеется, что у вас все получится. И что вы будете жить как бы с семьей. Да, вот. Чем успокоиться? Здесь успокаивается разговор с подновой дамой. Что он хочет поставить точку. И что он хочет бегом прийти к вам на свидание, на встречу. Видите? Он думает о вас, девочки. Все равно, что бы там ни было, он хочет вас увидеть, поговорить с вами. Хоть он боится, что вы не придете, или у вас встреча будет очень холодная. Но все равно хочет прийти к вам в дом. Ну, посмотрим, что тут дальше будет. Да, переживает очень, страдает. Может быть, пьет. Вот, с подновой дамой хочет поставить точку. Вот он думает и о вас думает, и о ней думает. Думает, что делать. Пока встречи нету, но он хочет, пока еще не решил. Но все равно будет попадать к вам. Вот он хлопочет, хлопочет. Одни вальты, одни хлопоты, одни дела. Хочет в одном и дамой пусто сделать отношения. Хочет с вами серьезно поговорить. Много дамы думают, что у них серьезные намерения. Она надеется, что у них все хорошо будет. Но здесь будет очень неприятный разговор между ними. Четыре семерки. Встречи, встречи, общения, встречи, общения, разговоры. Думает о вас. Может быть, дорогой подарок купят у вас, девочки, при встрече с вами. Какие-то желания у него есть у новой дамы еще, девочки. Хоть он хочет пусто сделать, но какие-то желания, надежды на нее есть. Так же он надеется на вас. Но он думает, что у вас уже другая жизнь. И все-таки он хочет уже скоро с вами встретиться. Уже есть у него желание увидеть вас, узнать, как вы живете. Очень ему хочется. С новой дамой тоже встречи будут. Интерес будет. Злиться будет. Что-то она будет говорить. Он будет очень злиться на новую даму. Но все равно он хочет, не хочет с ней жить. И они пойдут на паузу. Здесь новая, видимо, что-то будет делать на него. Чтобы не ушел. Так, здесь он думает, что пойдет он с живовой дамой. И все, его хлопоты будут пустые. Не захочет она с ним поговорить. И он много времени потеряет. И ничего не получится. Думает так, что зря он будет хлопотать с живовой дамой. Все-таки какие-то надежды есть. Надежда умирает в последнем, как говорится. Надеется. Будет звонить. Здесь вот новая дама тоже будет хлопотать. У них будет ссора, скандалы. Ой, тут, может быть, у них и ребенок есть. Здесь новая дама будет говорить, что она его любит. Что червовая дама не хочет его видеть. Что он интересуется зря. И ничего у него не выйдет. Новая гаражерама так говорит. Все-таки у него есть желание увидеть червовую даму. Хоть она не захочет. Хоть он удар получит. Но он хочет ее увидеть. Хочет поговорить с ней. И действительно удар получит. А червовая дама. Здесь разговор будет, но ничего хорошего червовая дама ему не скажет. Видимо, скажет, что он опоздал. Да, вот. Может быть, у нее есть другой мужчина. Червовая дама. Нету никакого мужчины. Это надеется. Блогая дама надеется. Так. Нету никакого мужчины. У червового дама. У червового дама любит его. Он тоже любит. Встреча будет. Подарок отдаст. И они помирятся с червовой дамой. И они признаются друг другу в любви, девочки. Вот такой расклад. Встреча будет. Подарок отдаст. Встреча будет любовного характера. Видите, как красиво все в конце. Прямо супер. И они друг другу признаются в любви. И они захотят быть вместе. Вот такой расклад, девочки. Конец. Бомба вообще. У кого такая ситуация, пишите комментарии. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всех люблю, целую, обнимаю, девочки. Всем вам любви, удачи. Я вам очень желаю. Пусть у вас у всех будет все хорошо. До свидания.